просили сделать обзор станка поподробней вот собственно выполняю значит взял я его с военных кунгов с распродажи там они как бы были в консервирующей смазки я выбирал выбирал вот экземпляр вот но из комплекта там как бы не было считать что задняя бабка и патрон для работы центрах поводковый но и поводки еще там вот и практически все вот взял я его год назад декабре сейчас уже чуть больше декабре шестнадцатого года обошел сюда конечно он подороже но к тому моменту когда я уже его брал я три четыре пытался найти их вот сносный станок и вот то что мне удавалось смотреть подержать руках там или что-то купить мне вот был до 6 вы 16 ты в сейчас 7 ишь что-то 11 вот не удавалось найти вот из тех танков которые хотели хотелось такой станок который бы работал не требовал износа сначала как бы была такая надежда что типа вот я сделаю там направляющие так далее но я по своему графику от кого отталкиваясь я понял что это у меня уйдет на лет пять наверно на один станок чтобы восстановить действительно направляющий поэтому я как бы вот свою тактику поиска сменил и решил что я должен покупать тот станок который будет без износа направляющих вот направлять ему конечно приятные вопросов никаких нет передние что задние начну все это все равно как бы я его разбирал и открывал коробку снимал вынимал коробки передач вот ее там ее его правда не не разбирал полностью она внутрь заглянул значит там оказалось что нету не было лоточка который распределяет масло после того как она забрасывается там снизу наверх на 6 лет я сделал туда лоточек как бы такими отверстиями вот коробку собрал в коробке больше ничего собственно не делал все передачи работают это место когда я переключаю как бы я потом немножко пошатываю так на передаче легче переключается когда все зацепление немножко ходит передняя бабка все стандартно 11 к 8 обороты подачи тоже 11 к 8 направлении этих подач здесь таблица рейс коробка подачи на четыре положения я знаю что есть на бывают на 6 положений у меня вот на 4 этих положения коробка подачи такая модель переключение между винтом и ходовым валиком муфта предохранительная значит это как бы тоже все снималась ну во время покраски снимал смотрел в общем там проблем не было когда смотрел вот переднюю бабку обнаружил что сзади у нее втулка есть там большая такая была расколота сейчас я покажу вот эта втулка мне вот эта вот трещина была как раз вот по это видимо балансировал очное отверстие скорее всего вот и по одному из отверстий я обнаружил увидел трещину сожалению вот ну потом как бы уже я сначала думал точить потом проще их разбирают так что проблемы не возникла я нашел на рынке и это уже я разбирал просто снимал нашел на рынке купил заменил все на этом вопрос был решен двигатель штатно он стоит сзади я его перевернул сюда опустил как можно ниже вот сделал вот такие вот как бы полозья уголок и есть труба профильная их три штуки это 15 на 40 что ли или 20 на 40 20 на 40 на вот и здесь их и закрепил между тумбами на них уже как бы плита для двигателя приварена типа такую устройство натяжение ремня вот то есть он встал как бы ровно сзади не выпирает абсолютно вот чехол тоже как бы немножко переделал ну он в этой части он остался такой же задней части его пришлось переделать вот соответственно кабель который идет к движку он шел как бы слева через заднюю как бы трубу но в этом варианте я его уже нет смысла он ближе к тумбе с электрикой поэтому я упустил через другое отверстие благо было в дополнительное отверстие сош насос и бак тоже были переделаны не штатно на никого тоже выходит за рамки сзади станка поскольку у нас гараж небольшой как бы хотелось его поставить максимально ближе к стенке вы меньше места занималась поэтому сош бак был перри варен вот таким вот образом он со смещением вниз сделан вот сверху там забирается вниз ну бак принципе вот сверху то что забирается уходит трубой вниз там стоит сделана перегородка как бы тяжелые фракции остаются вверх внизу то что легкое переливание идет через перегородку и она попадает следующую секцию следующей секции внизу стоит лежат магниты вот соответственно как бы томас остается на я так надеюсь небольшая стружка ну и кроме того поскольку как бы насос почему выносился потому что он по высоте не помещался с ногой вот пришлось укоротить насосную ногу и вот этот вот крепеж для поддона он штатно смотрит вниз а тут я перевернул стал повыше но он тем не менее остался под этими сливными направляйками сош тоже претерпел такое изменение электрика тоже была немножко переделана я поставил индикаторные во первых индикатор это фаз как бы чтобы не показал ну чтобы не оказалось так что две фазы есть например третий нет и станок начинаешь работать на 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 двух фазах вот кроме того внутри поставлен термозащита реле термозащиты как это вот по схеме было в 1 и 611 там если идет идет увеличение тока по одной из фаз по одной из двух фаз там две фазы контролируется на двигателе в цепь двигателя включается тепловое реле и она защищает она прерывает ну как бы управляющий цвет включена и прерывает все всю подачу электричества на двигатель кроме того в электрике там поставлен блок питания для этой вот китайской светилки все это на неплохо но единственное что вот есть боковая часть которая выбивается вот с этих вот и она светит в глаза иногда вот этот не очень хорошо ну понятно что она должна охлаждаться как то может быть я сделаю какой-то дополнительный не знаю такая идея дополнительный какой-то здесь вот футлярчик для нее который будет со смещением тоже отверстие там необходимы может они будут другом месте чтобы она не светила светила куда надо в электрике еще изменена способ подключения тормозного трансформатора вот исходно этот трансформатор он включен включается сразу и работает постоянно как бы когда включен вот этот выключатель ну соответственно трансформатор любой он гудит какой-нибудь но можно конечно этим бороться но проще мне было сделать так что я переключил в ту схему которая включается только тогда может быть он подключается в момент выключения двигателя вообще бабка задняя бабка у меня подверглась такой доработка значит сюда вот поставил штифт который блокирует конус от смещения рассчитал как он где он должен останавливаться по этим делам и этот разбирался на фрезе делалось отверстие начала фрезеровалась потом развертывалась и шлифованный штифтик куда я поставил и у него есть еще блокирующий небольшой здесь вот стопорный винт чтобы он никуда не уходил здесь еще отверстие резьба и стопорный винт туда вогнан вот это вот тут сделано значит сюда поставлены также чистящие сделано отфрезерованные сделано чистящие планочки спереди сзади много удобно я считаю особенно для этого станка у него же продольного например подача цена отделения миллиметр вот этого маленького целый миллиметр несмотря на то что как бы вроде бы ну как бы он тут передачи этот не напрямую но все равно это у довольно много линейки услышные вот размещены здесь для этого не но есть когда снимал снимал поперечную каретку и тут отфрезеровал небольшой посадочную площадку для датчика оптического кроме того сделана вот такая штука она встречается задней бабкой чтобы задней бабкой не встретился самый оптический датчик ну и с этой самой линейки там же стекло внутри оптическая линейка поэтому так сделано ну и задняя линейка задняя линейка она оставить спокойно действует там все как бы ничего сложного нет на трубце жидко она не используется используется только две взял специально как бы как бы для фрезерная такой же что у меня на фрезе точно такая же если эта штука выйдет из я можно будет одной полюду перекидывать и просто станка на станок конечно неудобняк но как временная мера поэтому не на токарном стоит тоже на три шкалы соответственно это очень гораздо удобнее вот особенно в продольной подачи покручиваю да я вот могу как бы потихоньку смещать настолько насколько надо ну и поперечки тоже я все время пользуюсь потому что это целевой диаметр в обработке да это тоже очень удобно вот ну и батя сделал такую полочку мне я вытащил стоечки сюда вниз это болт соответственно до вверх это вот такая стоечка которая здесь непонятно станок целого видит еще и не сказал про то как он установлен установлен он вот на сварной такой конструкции из швеллера внизу подложена резина такая плотная со строительных устройств которые подают вот эти длинные вылетела из головы и болтами выставлял почему так я бы конечно с удовольствием сделал его поставил его забетонировал бы например да но к сожалению пол гаража он не не предназначен скажем так для того чтобы делать какие-то такие существенные вещи поэтому нам важно было распределить ее с первых усилия по полу всю нагрузку по площади они под тумбами только только ее держать ну и как-то попытаться связать все-таки тумбы одновременно с этим чтобы получить жуткость тонко к собрам